итак я хотел сделать это долгое время я плохо выгляжу сейчас потому что мне очень слишком больно чтобы принять душ может быть это лень не знаю ну что у меня фиброзная дисплазия и причина по которой я выкладываю это видео на фейсбуке или в ю тубе неважно я просто видел как другие люди делают это я не знаю мне очень больно испытываю сильную боль я раньше не снимал себя на видео поэтому немного непривычно мне мне поставили диагноз фиброзной дисплазии палеосальная на несколько костей у меня было семь корректирующих операций хирургических после этого мне поставили две титановые стержни для укрепления я принимаю оксикодон 90 миллиграмм ну конечно это все помогло без этого я бы сидел в инвалидном кресле вообще-то я хотел бы интеротекальный обезболивающий насос если вы не знаете что это посмотрите в интернете он впрыскивает обезболивающие лекарства в спинной мозг мне когда-то сделали такое и это было единственный раз в жизни когда я не чувствовал боли вообще мне очень больно я испытываю боль почти каждое все время постоянно иногда я очень плохо вяжусь в виду себя с людьми но в тем не менее ненавижу использовать это как как оправдание но это моя ноша это мое время помню как я лежал после операции весь в боли и я думал почему это случилось со мной почему я вытянул почему именно я вытянул этот жребий то обратно вот и я читал статистику что один человек на 10 тысяч случается а когда это палеосальная фиброзная дисплазия то это один человек на 50 тысяч и я думал почему именно я вытянул эту обратную лотерею когда испытываю боль все время потом я начал думать про своих младших братьев про свою семью про свою своих друзей в школе про девушек которые мне нравились я подумал что я бы не пожелал этого никому даже своим врагам вот это мое 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 бремя моя ноша мое бремя которое я буду нести может показаться что я строю себя какого-то второе пришествие христа может она так и есть кто знает не знаю тяжело очень тяжело особенно с лекарствами препаратами потому что ко мне относятся как к наркозависимым в клиниках я говорю что я курю марихуану много сначала я просто пробовал экспериментировал просто хотелось удовольствие потом я понял что она мне помогала курение марихуаны помогал мне я не говорю что я остановлюсь принимать оксикодон и начну только курить марихуану но марихуана она дополняет оксикодон помогает избавиться от боли тяжело не злоупотреблять я часто злоупотреблял оксикодон чтобы избавиться от боли я меня это смущает и я чувствую себя наркозависимым но я бы сказал даже больше что я зависим от желания не избавиться от боли если у вас есть фиброзная дисплазия и вы еще не пробовали курить марихуану знаете она и она легализована в двух штатах и как медицинский медицинское средство он легализован в 17 18 штатах я даже мог я мог курить без проблем а если только жил где-то кроме алабама где все заторм где все заторможенное и однажды я признался в больнице что я курю марихуану и ко мне меня просто вышвырнули как наркозависимую дали лекарства я думаю реально думаю что оксикодон не совсем лучше чем марихуана марихуаной вы не можете передозили сделать себе передозировку но так от оксикодона я просто умираю я не слышал чтобы кто-то передозировался марихуаной после марихуана я сплю спокойно всю ночь и все кто из вас у кого есть фиброзная дисплазия вы знаете что такое не не мочь уснуть и не спать ночью это тяжело очень когда ты сидишь и просто не можешь уснуть и ждешь пока тебе будет придет время принять следующую таблетку оксикодона марихуана помогает мне кушать потому что оксикодон убивает мой аппетит было время когда я принимал только лекарства и три-четыре месяца я курил три-четыре месяца я набрал вес все говорили что ты хорошо весишь много весишь ты выглядишь здоровым а сейчас я просто кожей кости если я начну этот интертакальный обезболивающий насос это будет тяжело мама собирается переехать в аризону не это радует потому что я смогу курить вот я люблю ли здесь будет немного людей интертакальный обезболивающий насос можно может сделать передозировку и он может убить он может произвести паралич и смерть конечно меня это не сильно радует но я как-то поговорил с другом и я не скажу его имя но мы договорились что если я приму интертакальный обезболивающий насос и меня случится меня парализует то я его попросил просто убить меня и мы договорились он сказал что не знаю но я говорю что просто убей меня если меня парализует этим интертакальным обезболивающим насосом но если я умру от него то это было бы неплохой способ уйти это было вот так вот быстро может даже быстрее я начал говорить про фиброзную дисплазию а теперь говорю про нас про наркотики лсд можете тоже попробовать если справитесь я я знаю что это звучит звучит странно тем не менее у вас галлюцинации вы знаете я когда принимал sd после после него я пару месяцев просто в полном умиротворении провожу спокойно это время но я знаю что это может конечно навредить много людей просто пропались те кто не злоупотребляют не могут как бы то ни было фиброзная дисплазия это очень тяжело я знаю что фиброзная дисплазия может перейти в рак костей если бы у меня это было то я бы конечно я бы не хотел ну и я бы расплавился расслабился думал делал бы что хотел и симптомы рака такие что боль не проходит после отдыха у меня это есть боль постоянное утомление которое не пропорционально энергии которые вы расходуете пока найдут лекарства я уже уже будет поздно для меня мне больно я испытываю боль постоянно если вы смотрите сейчас это у вас тоже фиброзной дисплазии мы никогда не встречали я никогда не встречал никого посылает сообщение девушки которая была тоже вывешивала видео и она была беременна и тоже у нее была была фиброзная дисплазия и мне понравилось с ней разговаривать с ней общаться с кем-то с у кого та же проблема что у тебя я немного переживаю нервничаю что вывешиваю это видео но с другой стороны скорее всего никто и смотреть не будет это это видео поэтому просто не сдавайтесь не сдавайтесь ни в коем случае мой отец сдался почти пять лет или четыре с половиной назад он просто сдался не делайте это это просто национальная граната которую вы бросаете в своих близких терпите эту боль а если не можете терпеть просто ограбьте аптеку что ли или я сейчас принимаю лекарства я злоупотреблял я не хочу говорить это врачам что я что меня сильно я больше много боли потому что они подумают что я наркозависимый я вообще мог не принимать этот оксикодон и у меня нет медицинской страховки визиты к доктору препараты у меня 700 долларов в месяц и у меня даже нету страховки поэтому я не могу себе позволить этот интерактальный интерактальный обезболивающий насос не сдавайтесь вы смотрите это видео сейчас просто я это хочу объяснить свою жизнь и я плохо поступал с многими людьми плохо себя вел сжег много мостов если вы смотрите это и вам больно мне больно вместе с вами я чувствую боль вместе с вами сейчас пишите мне если хотите все кто смотрит это пишите мне если вам понравится пишите мне если вам понравится пишите мне понравится пишите мне понравится